Приветствую вас! Если в двух словах, то очень это сильно напоминает некий такой сценарий поведения, который был вами выработан, возможно, для выживания, возможно, для выживания в своей семье, которая в противном случае могла вас как-то либо наказать, либо отругать, вот, либо, может быть, ну, что-то ещё, вариантов достаточно много, вот. То есть я здесь, конечно, не знаю, безусловно, я не знаю, вот, но думается мне, что ответить вам можно именно так. И здесь, конечно, без более подробного анализа, наверное, не обойтись. Итак, теперь более подробно. Добрый день, добрый день, пишите вы. Попалась в совершенно дурацкую ситуацию, надеюсь, что кто-то сможет мне помочь. Ну, вот смотрите, смотрите. Дурацкая ситуация, да? Скажите, пожалуйста, Алиса, чем, по вашему мнению, данная ситуация дурацкая? То есть, ну, почему она дурацкая? Вот. Чем она дурацкая? По какой причине вы считаете, что она дурацкая? Ситуация. То есть это, это происходит с вами, с вами. Если это происходит с вами, то значит ничего, абсолютно ничего дурацкого в этом нет. Это абсолютно нормальная ситуация, естественная для вас. А вот по поводу того, что вы называете ее дурацкой, это очень интересная история. Если вы делаете это часто, если вы делаете это, например, с завидным постоянством, скажем так, есть основания полагать, есть основания считать, что вы сами себя обесцениваете. Если вы сами себя обесцениваете, то вот вам один из вариантов вариантов, почему вы в себе не уверены. Ибо, согласитесь, сложно быть уверенным в себе человеком, когда постоянно себя обесцениваешь, постоянно обесцениваешь серьезность того, что с тобой происходит. А ведь это происходит реально, это происходит на самом деле, а вы говорите, что эта ситуация дурацкая. Раз эта ситуация дурацкая, то вы относитесь к ней как к дурацкой ситуациям, не воспринимая ее всерьез, или воспринимая ее исключительно как что-то такое, знаете, надоедливое. Как что-то, что-то такое, прямо скажем, неприятное, да, как что-то, скажем так, ну, ужасное может быть. Вот. И так далее. То есть тут, конечно, я бы рекомендовал вам именно вот данным аспектом определиться. То есть как часто вы себя так вот принижаете, как часто вы обесцениваете то, что с вами происходит. Вот. И соответственно, каковы источники, аргументы и откуда берет начало подобная трактовка. Распространяется ли она на все остальные сферы вашей жизни. Дальше. Надеюсь, что кто-то сможет мне помочь. Опять же, Алиса, очень важный вопрос. Вы хотите, чтобы вам помогли. Как вы представляете себе помощь вам в рамках текущей ситуации? То есть как вы представляете себе помощь вам, если мы, все, что мы знаем о вас, это только ваша история, которую вы описали. И все. То есть как вы считаете, что вы прочтете ответ на свой вопрос, который вы задаете, и у вас сразу все изменится? Нет? Ну, вы жили так 25 лет, и вы жили так, следуя какой-то определенной цели. И так просто от этой цели, скорее всего, вы не откроетесь. Поэтому данную историю нужно очень четко понимать и хорошо понимать. Чем лучше вы для себя это поймете, тем более серьезно вы будете настроены на работу, и тем лучше будут по итогу ваши результаты. Ну, просто потому что результат всегда зависит от настроенности человека. Дальше, мне 25. Рабочный работник в банковской сфере в гражданском браке. Ну, сорвестно, но сразу, что значит для вас возраст, чем был продиктован выбор рабочей сферы, и почему гражданский брак? То есть, по какой причине вы живете именно в гражданском браке? В рамках того, что вы в себе не уверены, мне кажется, это весьма-весьма важный момент. Потому что, если вы не уверены в себе, ну вот вы пишете, да, что вы в себе не уверены, то вполне возможно, вполне возможно, что гражданский брак является одной из форм проявления вашей неуверенности в себе. То есть, иными словами, иными словами, вы считаете или можете считать себя недостойный брака такого, ну, классического. Вот. То есть, и гражданский брак, это весьма неустойчивая форма отношений, где никто никому, в общем-то, ничего не должен. Вот. Поэтому, я надеюсь, вы поймете меня в том смысле, да, что воскройте отношения данного аспекта. Вот. Да. Потому что, ну, еще раз повторяю то, что многие люди заключают гражданский брак только потому, что себя недоопенят и считают, что на такой брак они либо недостойны, либо не заслуживают, либо не готовы еще. Ну, то есть, масса, 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 масса есть причин для этого. Для того, чтобы не жить в настоящем брак. Вот. Ну, и, как следствие, да, питают какие-то надежды, зачастую, к сожалению, иллюзорные надежды. Что ситуация изменится, что брак станет реальным, ну, и так далее. Вот, на самом деле, чем больше мужчина с вами в браке гражданском, тем меньше ему резона создавать с вами семью, потому что, ну, а зачем? Ну, и так, и так, в принципе, все хорошо. Ну, и так, в принципе, все есть. А чем ему семья с вами? Вот. Ну, то есть, на мой взгляд, это вполне логично. Дальше. Так. Совершенно неуверенно в себе и в своих силах ситуация порой доходит до полного абсурда. Эээ, смотрите. Совершенно неуверенно в себе и в своих силах, да? Ну, давайте мы с вами, эээ, вот просто, эээ, предположим, да, вот просто предположим, что, эээ, насчет, ну, допустим, допустим, что такая история с детства. Да, вот просто предположим, что так вы чувствуете себя с детства. Эээ, если это так, если вы действительно, эээ, чувствуете себя так с детства, то, эээ, это неуверенно в собственных силах вам кто-то внушил. Вот. Кто это, именно, нужно смотреть, нужно исследовать, нужно изучать, кто конкретно внушил вам, эээ, то, что, то, что вы в себе не увидите. Это первое. Первый аспект ситуации. Аспект второй заключается в том, что, эээ, чтобы человек, ээ, был, в себе уверен, нужно соблюдать ряд условий. Эээ, какие это условия? Насчет, эээ, в первую очередь, эти условия касаются, эээ, критериев того, что вы делаете. То есть, то, что вы делаете, эээ, должно совпадать все, вашими ценностями, и, чтобы вы получали живую обратную связь от процесса. То есть, вам нравится делать то, что вы делаете, но не ради результата, а ради процесса. Вот. Соответственно, только выстраивая свою деятельность в таком ключе, вы сможете быть уверены в себе. То есть, уверенность в себе будет повышаться. Действует только в процессе. То есть, только ради процесса. И, эээ, насчет, получая живую обратную связь от этого самого, насчет, ну, от этого самого процесса. Ну, значит, что важно? Что важно? Эээ, все цели, которые, которые, ну, у вас есть, которые у вас могут быть, которые у вас имеют место быть, ну, вот. Эээ, все цели, все цели, все цели. Они, эти цели, не должны, конечно же, проигрывать. То есть, если вы чего-то хотите, да, то, безусловно, к этому нужно стремиться. Вот. Ну, очень важный вопрос, опять же, что и что вам эти цели дают, ну, и так далее, так далее, так далее. То есть, это все, эээ, такая достаточно важная, важная компонента. Вот. Опять же, цели, они должны быть чем-то обосредованными. То есть, почему я выбрал эту, эту, именно эту цель, именно эту цель, для чего, моя ли это цель, ну, и так далее. Вот. Все это также очень важно. Вот. Соответственно, соответственно, только через данную поведенческую модель вы сможете для себя повысить уверенность в себе. Вот. Ну, это понятно, помимо всего прочего. А по улице могу, могу пройти, не могу пройти спокойно, кажется, что все кругом видят во мне полную неудачницу. Смотрите. Это не неуверенность в себе. Уже. Как таковая. Это больше похоже на ориентирование на мнение других людей. Больше. 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 Больше напоминает, по крайней мере, ориентирование на других людей. То есть, неуверенность в себе, это сомнение, скорее. Это когда человек сомневается в себе. Больше. Вот. В вашем же случае история больше похожа на то, что вы просто ориентируетесь на мнение других людей. Почему-то. Скорей всего, опять же, потому что такой пример подавали вам родители, и с другой стороны, потому что у вас нет четкой жизненной позиции. И четкой системы ценности тоже. Потому что, ну, вот, посмотрят, да. Посмотрят, грубо говоря, как-то, другие люди на вас как на... Ну, на неудачницу. А? Посмотрят. И что? И что дальше? Ну, посмотрят. И в чем проблема? То есть, какая конкретно в этом может быть проблема для лично вас? Что плохого в том, что люди смотрят на вас как на неудачницу? Как это влияет на вас? Конкретно на вас? Ну, вот. Пожалуй, именно, именно вот на эти вопросы вам и нужно найти ответы. Потому что это очень спокойный, важный момент на самом деле для вас. Момент понимания себя. Папа, чего вы боитесь? Чего вы боитесь? То есть, понятно, я надеюсь, что он весь неуверенно в себя появляется. Из-за этого очень тяжело находить общий язык с людьми. А из-за чего? Общий язык с людьми находится вообще-то совсем по другим основаниям. Например, на основании чего-то общего. Ну, между вами, между вами. Например. Например. Вот. А тут вы говорите, что это. А вот вам кажется, что все смотрят на вас как на неудачу, что вам тяжело находить общий язык с людьми. Так вы, вы извините, конечно, да, вы извините, конечно, но язык вам тяжело с людьми находить. Не по этому. Не по этой причине. А потому что люди для вас сами по себе слишком много значат. То есть, значение людей для вас велико. Слишком велико. Но у этого есть свои причины. Опять же. То есть, по какой-то причине, люди для вас, окружающие, много наших. То есть, вы вкладываете в них, в этих людей, чересчур много значений. Вот. Ну и, соответственно, нужно понять, какое это значение. То есть, какое значение и почему вы вкладываете в этих людей. Что они, какие, за какие желания ваши эти люди отвечают. Вот. Вот, по сути, именно это вам, именно на это. Именно на это. Вам и нужно ответить. Самое себе. Опять же, чтобы простраивать отношения, да, с людьми. Нужен фундамент. Нужна основа. Основа это то, что вам нравится. То, что вас привлекает. То, что вызывает у вас, ну, живой интерес. Только так можно находить общий язык с людьми. Либо по, соответственно, работе, которая также является достаточно отграниченной сферой деятельности от всего остального. За это ощущение, что все выросли, а мне до сих пор 17, я не могу позволить себе то, что мог бы позволить взрослый человек. Да, есть запрет. Есть запрет. Это родительский запрет. Скорее всего, запрет мамин. Вот. Я так думаю. Вот. Ну, может быть и папин, конечно. Но, скорее всего, запрет мамин. Скорее всего. Вот. Так что, здесь запрет на взрослость. Опять же, нужно раскрыть. То есть, помните, что это заложено в вас. Что это заложено в вас. Что это есть у вас. Что это имеет место быть у вас уже. Но. Но. Очень важно с другой стороны понимать. А что такое взрослость. Для вас. Что значит взрослость. Для вас. Как вы понимаете взрослость. Я, например, взрослость понимаю с точки зрения транзактного анализа. Как компьютер. Холодный. Расчетливый. Компьютер. Который четко знает. Что нужно. Какие средства. А. Для. Ну. Для этого. Можно. И нужно. Использовать. Вот. И так далее. То есть, здесь. Здесь. А. Нужно еще определить. А. Как вы. Вообще-то говоря. А. Понимаете. А. 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 Взрослость. Может быть. Вы. Может быть. У вас. А. 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 Что же может быть? А. А. Далее. А. Так. Начинаю замечать за собой. Сюда же голос стал подходить на детский. Потому что так меня спросом меньше. Или потому что так я выгляжу доброжелательно. Да. Ну, мне кажется, что здесь у вас есть какая-то. Какой-то страх, опять же. Или попрепостно избежать ответственности. То есть, возможно, вы. А. Бои... Боитесь. Боитесь. Возможно, вы боитесь этой самой ответственности, возможно, вы опасаетесь ее, возможно, вы... Ну, думаете, что не справитесь вот с ситуацией, думаете, что не сможете справиться и, соответственно, подсознательно избегать ее. Вот, конечно, возможно, есть и другие причины, по которым, ну, по которым вы ведете себя. Именно так. Вот. Но, тем не менее. Значит. Пока я вижу, вот, историю именно, именно, ну, именно такую. Дальше. Так. Значит. Вы хотите выглядеть доброжелательно. То есть, грубо говоря, вы хотите угодить. Вы хотите угодить. Ага. Вы хотите угодить. Всем. Ну, начеб. Ага. По крайней мере. А, начеб. На мой взгляд. Вы хотите угодить всем. И здесь, конечно. Конечно. Можно говорить об особом драйвере, который так и называется. Угоди мне. Ну, вот. Угоди мне или, соответственно, сделай как я говорю. Ну, и так далее, так далее, так далее. То есть, мне здесь, вот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. История вот такая, конечно, можно и нужно это исследовать. Сложно принимать решение, это вопрос ценностей, это вопрос ориентиров, да, о котором мечтаю давно, а давайте изучим мечту, что она значит, в чем вы сомневаетесь и так далее. Вот, сменить на даёшь свою деятельность. Опять же, в чем сложно, хватает осозраций для догнаться остальных, все время в постоянном напряжении лета. Вот это проявится баксизм. Одну конца силы нет. Ну, вы знаете, вы хватаетесь за все, чтобы догнать остальных. Вот это, на самом деле, это так не работает. То есть, это не работает так, что вы пытаетесь догнать остальных. Если вы что-то делаете, да, то вы это делаете чисто и только для себя. Вот. Вы это делаете только и чисто для себя. и не более того. Знаете, такая история. Ага. Так, это получается, что вы ориентируетесь на других людей. И тем самым, опять же, обесцениваете себя. что абсолютно недопустимо. Дальше. Так. Толку от усилия нет. Потому что ориентируетесь вы на результат, а не на процесс. Потому что я не верю, что действительно смогла разобраться в новом вопросе. Это уже аспект требований к себе. Аспект оценки себя. Все это вытекает из того, о чем я говорил перед этим. Что можно сделать с этим? Скорректировать. Как научиться, в первую очередь, себе доверять, принять себя полностью и безусловно. В этом могу помочь. Пристать, пригонять себя под образ маленькой девочки, которой, как сказать, не положено. Брать на себя ответственность, то есть учиться обращаться с ответственностью. Что, в принципе, является показателем взрослого. То есть, здравая оценка своих сил, своих ресурсов и, соответственно, оптимальное использование их. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.